Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем свои награды. Раз, так, и еженедельные. Это получается, посмотрите, 8 раз рекламу. Угу, даже подарочек успели урвать, а это велоциратор. Ну что же, неплохое начало. Так, здесь у нас что созрело? Ого, слушай-ка, скоро Валькирия будет у нас в кармане. Вот что я тебе хочу сказать. А здесь еще 50, да? Так, ну что, давай посмотрим, какие у нас события. Всего лишь 3. Это чудовища глубинка, денежная борьба и видно битвы титанов, которые у нас пока еще закрыты. И босс события. Первобытная мощь. Это что у нас такое здесь? Ага. Только для любых животных. Так, у каждого босса есть свой особый ход, который пригодится в бою. Нажмите на значок особого хода в бою и узнайте, что он делает. Заряжайте особый ход, нападая, защищаясь или расходуя очки действия. Когда кнопка особого хода заряжена, активный босс может применить особый ход. О как. Слушай, это заманчиво. Давай немножко попозже мы это посмотрим. Вначале все-таки... Так, погоди секундочку. У нас... Тут вообще ничего нету. Как-то странно. А здесь... Что, Назавр, ты будешь прокачиваться? Нет, ребят. Он не хочет. Он просто не хочет. Он мне уже все нервы вымотал, ты понимаешь? Сидит тут как король, понимаешь ли? И не хочет ничего делать. Не хочет прокачиваться. Так, здесь два дня еще ждать. Я могу, в принципе, еще активировать. Давай, наверное, так и поступим. Будем прокачивать максимальный 65 уровень. В кратчайшие сроки. Так, ну что, а я пойду, пожалуй, на события. И первое событие, которое у нас будет, это чудовище глубин. Стиксозавр, Коронозавр и Плезиозавр. Так, два у нас идут вот таких. То есть, против них мы можем взять, например... Ага, Архелоны. Ну, в принципе, можно... А, Генодус еще прокачать надо. Слушай-ка, давай-ка я, наверное, прокачаю его. До 10 уровня. Так. Есть контактиш. Ну что, Генодус. И здесь еще награду заодно заберем. Генодус у нас прокачан до 10 уровня. Как думаешь, нам хватит хотя бы для первого поединка? Мм? Я просто хочу попробовать взять Архелона. Нет, вначале все-таки Генодуса. Взять Генодуса. Потом против этого надо брать Зуходуса. Это однозначно. Либо... Чего Аммонит так мало бьет? Нет, тогда Зуходуса все-таки, да? Зуходуса и, опять же, Архелона. Ребят, я не уверен, конечно, что мы сможем здесь пробить их. Но я попытаюсь. Я попытаюсь. Он, наверное, будет сейчас меняться. Точно он поменялся. Атаковать не стал. Попробуем сделать так. Угу. Меняется. Стиксозавр. И атакует еще. Ты посмотри, а. Какой наглый. Ну что, я, наверное, буду все-таки... Да. Придется нам брать Генодуса. Раз. Два. Три. Он же поменялся? Да. Он поменялся. Поэтому мы его завалим сейчас. Кронозавр. 679 к атаке. Три очка действия. Все сливает. Ну что, Зуходус? Предоставляю тебе разобраться с этим Олухом. Он все очки потратил, да? Да. Поэтому нам достаточно будет вот так вот сделать. Остальное все. Как говорится, в дополнительной очке действий. Ну и вот он, Плезиозавр. Сейчас мы с ним будем разбираться. Понятное дело, что Зуходу здесь погибает. А вот здесь должно нам путеть. Конечно. За глаза и за уши. Плезиозавр падет. От нашего маленького Архелона. Ну что, друзья. Первая попыточка и первый бой у нас прошел очень даже неплохо. Давай-ка двигаться дальше и смотреть, что будет в следующем поединке. А здесь он... Ох ты. Офтальмозавр. Генодус и Плезиозавр. И причем они все одной классовой расы. Возьму Ромалезавра, Кронозавра и... Лео Плеврадона, что ли, брать? Я даже не знаю. Или же... Слушай, ну мы, наверное, вдвоем разнесем тут их в пух и прах. Давай тогда возьмем просто вот... Знаешь, как сделаем даже? Вот так. Киев-Окея возьмем. И вот так. Киев-Окея взял. Молодец. Не самый как бы лучший вариант. Лучше уж взять тогда... Стоп. Стоп, стоп, стоп. Подожди. Я взял совсем не то, что надо нам. Нам же нужен Артокантус. Бананогномиус. Вот что я тебе скажу. И на всякий случай можно взять... Кронозавра. Да? Либо же Генодуса. Но я все-таки, наверное, возьму... Кронозавра. Попробуем сейчас. Попробуем разнести в пух и прах. Будем надеяться, что все получится. Ну-ка. Ничего себе. В первый раз такого вижу, кстати. Что-то как-то громко тебе не кажется. Что-то музыка вдруг... Ни с того, ни с сего стала очень громкой. Раз, два, раз. Он думает, что он меня проведет. Ничего подобного, ребят. Хм. Что-то он тут мутит воду, по-моему, да? Раз, два, три, четыре. Чуть-чуть не хватит. Ладно. Сейчас, если все сольет, он нас победит. Опа. А вот тут ты парень сделал промашку. Огромную промашку. Так, генодус. 203 катаки. Красавчик. Ну что, ребята, я предлагаю его увольнуть. Так, две защиты он взял, да? Вот так вот. Это сверху надо будет брать. Ага. Он применил всего лишь одну защиту. И остальное он переносит на плеозавра. Ну, тут плеозавра нас, скорее всего, уничтожит. Банану Гномюс будет, конечно же, в ответку бомбить. Вот он, родной выкул. Пускай у него мало хп, но зато посмотрите, сколько у него атаки. 1124. Несравнительная атака, ребята. И все. И здесь мы тоже победили. Это был второй поединок. Еще два впереди. Ну-ка, покажите мне, кто следующий здесь будет. Гигантский артакон, мегалодон и архелон. Против артакона мы можем взять хайнозавра или же тилозавра. Против мегалодона нам выгодно брать, конечно же, генодуса, но я возьму аромалиозавра. А против архелона мы возьмем... Вот сейчас как раз-то гигантского артакона надо брать, по идее. Но я, наверное... Блин. Твою дивизию. Сможем ли мы победить вот этой командой? Не знаю, ребят. Спорный, очень спорный вопрос. Поэтому... Поэтому все-таки придется его взять, да? Нам, наверное, придется его взять. Но, видишь, тогда у нас не будет таких бойцов на будущее уже. Аммонита брать, что ли? Ё-моё. Даже... Я даже не знаю, друзья. Вот серьезно говорю. Давай все-таки попробую. Я рискну взять аммонита. Ох, если я сольюсь, это будет очень печально. Сейчас посмотрим, что он. Он сейчас 100% возьмет Мегаладона. Или Архелона. Тут одно из двух. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо. Вот так вот, ребята. Нарвались на неприятности. Только не круче, что ты сейчас будешь делать две атаки. Сколько у тебя идет к атаке? Ага. Ну, у нас пойдет армалезаура здесь покруче. Блин, я не знаю. Давай попробуем. Сделаю так. Да, он применил одну защиту, и я его пробиваю. А дальше выползает Мегаладон. 308 к атаке. Это серьезный вызов. А это еще серьезнее. Как вот мне его бомбить? Скажи мне на милость, как мне вот с этим вот разбираться, а? Я, например, не знаю. Да, тут, конечно, нам крышка. Даже я боюсь, что армалезаура здесь не поможет вообще. Вообще никак, ребята, не поможет он мне. 1740 с него снять, это проблема. Это огромная проблема. Потому что Мегаладон меня сейчас раскурочит. Да, я тут оплошал. Оплошал, друзья мои, очень серьезно. Надо было брать все-таки генодусы и не жадничать. Потому что теперь, теперь мне очень сложно будет что-либо здесь вообще сделать. Понимаешь, к чему я говорю? Вот если мы сейчас будем вот этого брать хайнозавром, да? Мегаладона можно бомбить генодусом. Ну, а архелона, естественно, артаконом. Но у нас же еще последний поединок будет. Кого я туда возьму? Единственное, что если только ждать завтра, завтра, например, днем попробовать допройти. Как вариант. Так, он меняется. Берет архелона. Мы тогда возьмем артакона. Я попробую бомбануть. Вырубаем. Архелон готов. Выходит, Мегаладон. Да, 923 к атаке. Это серьезно. Это очень, ребят, серьезно. Вырубает он мне артакона. Ну, а мы вырубаем его. Так, и выходит вражеский артакон. Как вот он сейчас поступит, не знаю, ребят. Но я буду копить, наверное, очки дополнительные. Так, он абсолютно ничего не делает. По-моему, пора. Пора поменять нам. Взять хайнозавра и ударить. Прекрасно. Ну что, здесь-то мы победили. Ну, последний поединок как одолеть? Если неким. Нет у нас больше достаточных динозавров, которые могли бы здесь Ох ты, противостоять. Генерия, Дунклеостей и Артакантус. В общем, тут всем и так все понятно, да? Но если мы возьмем, например... А, вот оно что. Слушай, а может быть... Может быть, как-то рискнуть? У нас классовое превосходство. Может быть, как-то за счет него сможем здесь выкрутиться. Так, Дунклеостей. Ничегошеньки не стал делать. Опа, две защитки взял. Так, есть неплохой шанс нам Дунклеостея бомбануть. Пожалуй-ка, я начну. Проверим. Ага. Он, значит, на гигантского Артакантуса перекинул все очки действий. Пять. Ну, атака-то. Посмотри, какая смешная. 183. И он, опять же, ничего не стал делать. Хорошо, давай посмотрим. Две защитки. 7 очков действий. Куда он их потратит? Вот как. Понятное дело, вырубает. Он потратил 6. Одну очку действий у него осталось в запасе. Верно, верно? 1426. Вот так придется делать. Ну что же, размазываем. И выходит Генерия. Как она поступит? Ума не продолжу. И я знаю только одно, что мне надо, наверное, все-таки брать... А, у этого атака даже больше. Но здоровья маловато. Может быть, бомбануть? Давай-ка я, наверное, попробую прижучить его. Да, у меня получается. Бум-бух. Ну что, я могу поздравить нас. Несмотря на то, что мы проиграли одну битву, мы все-таки прошли это событие, причем довольно слабыми своими динозавриками. Колесо призов крутим и забираем. Что же нам дадут? Опа. Эримотерий. Ну что ж, пускай будет так. Пускай будет это у нас Эримотерий. Так, здесь я забираю награды. Окей. Так, что у нас дальше? Давай смотреть. Следующее событие это денежная борьба. Корнораптор, Метриолонг и Индоминус, да? Вот таких вот нам здесь выдали. Берем Диплозуха, Нундагазавра. Да, Нундагазавра и например Корнораптора. Только сделаем немножко по-другому. Корнораптор пойдет, а уже после Диплозуха. Давай-ка рискнем. Давай рискнем, попробуем сейчас бомбануть. бомбануть. Естественно, будем набирать на чале очки действий. У него-то корнораптор прокачанный до 40-го уровня, как мы видим, в отличие от моего. Ну, давай, что ты там будешь делать? Он ничего не собирается почему-то делать. Он тоже хочет накопить себе очки действий. Сливается все-таки. Все, я понял. Ну что же, это был прекрасный ход с его стороны. Мне остается его только бомбануть. Прописываем. Замечательно. И выходит Метриалом. Да, 419 атаки. Не слабый чувачок, если честно. Но тут он тоже прогорает. Тут он прогорает. Давай так попробуем. Тресь. И выходит Индоминус. Это Мод 2 к тому же. Ах ты, жук-то на воздухе. Как будто знал. Ну что, Диплозуха, только от тебя все зависит. Да, у тебя мощная атака 1074. Я думаю, ты его порвешь. Ты его просто вырубишь. Вот он сейчас повел, как истинный крокодил. То есть, схватил и еще стал кувырок делать. Молодец, красавчик. Ну что, деньженная борьба. Двигаемся дальше и смотрим, кто у нас там следующий будет. Гиганоцефала, зухариптер и корнораптор. Ну, против гиганоцефала это ладно, еще я могу поставить даже вот этого Индоминуса. Против зухариптера можно взять Ел-Амбию при желании. Можно взять Апатозавра. А вот против корнораптора кого мне взять? А я возьму, наверное, Индоминуса. Да, пускай будут два Индоминуса. А что? Нормально, я думаю, что будет это все. Сейчас мы проверим. Так, меняться не стал, ты посмотри. Я могу, наверное, его... Так, ты еще... Блин, он там одно так уже провел, да? Попробую вырубить. Ах ты, жук навозный. Ну, допустим, допустим. Ха. Раз в три. Чтоб тебя. Сейчас будет четыре очка действия у него, нет? Нет. Вырубает, вырубает меня. Ладно. Он все слил, поэтому, ребята, один удар. Раз, два, три. Мне Апатозавра нужно беречь, потому что, если он вызовет корнораптора, будет Бобоа. Он, скорее всего, поменяется. 1356. Да какого лешего-то? Оу, нам повезло, ребята. Крупно повезло, потому что... Индоминус, выходи. Разберись с ним. Нафиг он достал уже. Он достал меня. Фигаси вызвал, правильно? Против Апатозавра. Апатозавр чудом просто выжил каким-то, понимаешь? Раз чудесным образом. Все ему кранты. Не, моему кранты, но ему тоже кранты, потому что Апатозавр, естественно, уже сможет добить спокойненько. 6 очков 10 и все в атаку сливаем. И там почти 5000 урона. Пам! 6246. Вот и все. Неплохо. Очень даже неплохо, ребята. Ну что? Продвигаемся туда дальше. Это у нас будет сейчас последний поединок. Корнораптор и Раджастега. Проще паренарепы. Берем Теродактиля, Раджастегу и Эдиуморфодона. Почему я взял троих? Потому что нам все равно больше тратить некуда. Это два, это последние события. Так что... Так что вот так вот. Интересно, он будет бомбить? Или не будет? Бомбить все-таки. А это его большая ошибка была. На самом-то деле. Вот так вот я сделаю. И до свидос. Так, Раджастега. Ну что ты будешь делать? Всю атаку сливать? Да? Он, ребят, не побоялся и слил всю абсолютно атаку. Вот такие вот пироги. Так, Эдюморфодон. Меняемся. И нам нужны твои вот эти вот очки действий. В обязательном порядке. Иначе мне Раджастегу не поднимет. Так, он же зажался. Ничего не стал делать. Ну давай, давай, давай. Не скупись. Не копи восемь очков, пожалуйста. Не надо. Ага. Раскололся парнишка. Нервишки не выдержали и он сдал свои позиции. Прописываем. Вот и все. 16 160 очков, ребята. Урона мы ему нанесли. Это неплохой результат. А теперь пора получать баксы. Так, это уже сколько? 60? 120 долларов. Я считаю, что неплохо. Плюс очки доверий. За каких-то там пару минут боев. Замечательно. Ну что, у нас остаются ежедневки. Давай-ка мы с тобой глянем. Так, откройте набор карточек. А где же я? Блин, набор карточек, ребят. Хе. Никак не получилось у меня. Набор карточек. А знаешь, почему не получилось? Потому что рекламу не дали мне посмотреть. Эти супостаты. Вот это вот. Ну что, дали все-таки мне глянуть? Поэтому задание я это выполняю. Афиакадон. Плюс очки доверий. Так, ну а здесь мы будем за деньги получать моды. Обычные, само собой. И выпадает нам единство. Не очень хороший мод, конечно. Мне не нравится, ребят. Единство это. Так, в редких что нам выпадет? Пронзающий укус. Тоже такое себе, значит, удовольствие. И следующий обычный мод выпадает нам... Снижает показатель атаки противника на 15%. Тоже, ребят, ничего выдающегося. Заберем награды. Так, использовать ускорение. Ну, ускорение можно, конечно, использовать. Давай попробуем. Так, тот же. Первый, да, который тут у нас поместить. Следующий. Пеликанимем. Блин, конечно, дорого стоит. 10 долларов, 13 долларов, сам понимаешь. Уже 23 доллара отдали. Ни за что, грубо говоря. И последний. Где у нас там? Я уж потерялся. И последний. Это будет Алазавр. 40 долларов. Чего так много-то? 40 бакинских отдал. Е-мое, за него. Ну что, соверши... А, сделка же еще. Давай посмотрим, есть бакинские где-нибудь. Нету. А я бы хотел бы доллары получить. Устрашение. Так, вот это вот я, пожалуй, обменяю, ребята. 10 карточек устрашения. Они мне не нужны. Так, пока повышает 14 карточек. На 10% давай. На еду. Очки доверия. Очки доверия на монеты. Это ерунда. ДНК на еду. Это ерунда. Баксы на... Бистро. Вы смеете, что ли? Кто на такое вообще пойдет? Я не знаю. Кто будет так нелепо обменивать это все? Что у меня есть из лишнего? Не вижу, ребят. Рамфоринг? Давай рамфоринга. Вот так вот сделаем. Сколько там мы зарабатываем? 40 бакинских всего лишь-то. Всего лишь 40 долларов. Конечно, мало. Конечно же, мало. Так. И здесь 780 ДНК. Тоже забираем. Оп. Еще награду получили. Причем даже не одну. Так, денежка прилетела. И что там у нас? Игровые автоматы. Юрский период. Замечательно. Ну что, пойдем сыграем в Канозойку, я так понимаю. А, мы же знаешь, что хотели? Мы же глянуть. Это же открыться должно. Опа. Господство на поле боя. Время нанести удар. Любой животный. Что же такое? Блин, почему... Подожди. Старт босс. Особый ход. Босс. То есть, я должен 50 баксов забашлять за вот этот вот поединок? Я посмотрю, стоит ли это вообще, этих денег. 50 долларов, извини, ребята. Это половина моего бюджета, который сейчас было, я отдал. Так, только не говори, что еще зависло. Будет вообще жестко. 50 баксов выкинул, еще и зайти не смог. Нет, что-то вроде прогружается. Это у нас Омега. Так, ну я пока сильнее тут получается, да? Пока да. Что-то елозит, елозит. По-моему, пора с ним уже покончить. Раз, два, три. Раз, два, раз. Готов. И все, что ли? И все? Я-то думал, там... А, вот как оно. Уровень пройден. Клумба. Тиранодон. Слушай, ну, в принципе, ребята. Жалко, конечно, что... О. Хе. Друзья, мы накопили на чистый золото. Что, будем открывать? Вот у нас чистый золото. Или же, блин, я не знаю, или... Ого. Авераптор. Нифига себе. Ну, 50 тысяч очков доверия. Блин, ребят, много копить придолго. Телокосмилы у нас есть. А в чистом золоте тоже. Ух ты. Процератозавр. Ё-моё. Мастодонзавр. Престазух. Слушай, а у меня вообще здесь нет таких? Не, у меня есть... Вот телозавр есть. Панохтус. Барионикс. Апатозавр. Гигантский артакон. Геннодус. Блин, он выпадет в каком-нибудь... Ах. Рискую, ребят. Ох, 500 баксов. Артакон гигантский, ребята, выпадает. Ай-яй-яй-яй-яй. Гигантский артакон. Слушай, подожди-ка. А артакон у нас, по-моему, есть, да? Сейчас. Я имею в виду еще не прокачанный. Так, вот у нас артакоша. Ага, фигушки там. Фигушки там. Ну, зато я могу здесь себе позволить. Так, выводим в питомники. Что тут у нас? Это... Давай разместим тогда уже. Это просто у нас деньги, да, приносит здание? Без бонусов каких-то там. Так, игровые автоматы тоже сюда. Оп. Так, что еще там у нас есть? Фигура Апатозавра. Это вот идет уже с бонусом, поэтому... Сюда поставлю тогда уже. И клумба. Да что по тебе. Ну, пускай здесь в уголочке стоит. Ну, плюс маленький фонтанчик. Который, я даже не знаю, куда ее поставить-то его здесь. Притулить-то куда этот фонтан? Я серьезно не знаю, куда его. Можно, конечно, на остров Сорно его поставить. Там у нас пока, слава богу, места много. Не занятого. Пускай здесь он стоит. Такс. Что у нас там дальше? Блин, битва титанов. Триндец. Я не знаю, это нужно 28 заданий что ли выполнить? Или как оно открывается? Я без понятия. Сразиться. Так, каназойку погнали. Погнали проходить каназойку. ПВП. Раз, два, три. Вперед из песней. Я, кстати, наверное, баксы, знаешь, куда потрачу, ребят? На расширение территории. Почему я это делаю? Ну, чтобы уровень, во-первых, получить. И когда у нас будет максимальный уровень, доллары мы уже сможем оставлять себе. Не тратя их. Так, смотри-ка, у нас здесь... Ага, два постулата. Жестких. Он сразу поменялся. Кто против них хорошо рулит по ногтусу, верно? Верно. А тут-то и будет здесь как раз выходить. Да, два сумчатых льва. Это тебе, знаешь ли, не хохры-мухры. Задумался. Так, меняется. Он взял Андрюсарха. Ну, я, наверное, ребят, предлагаю... О, щит. Рискнул. Он не стал ходить? Да, конечно. Он не стал ходить. Так, телокосмил погиб. Панухлус, ты постоишь в сторонке, потому что сейчас будет уртинотериум у нас действовать. Во всей своей красе. Ну что, две атаки и на бонус. Хлоп. Так, ему придется четыре сливать. Тем самым он подписал себе сейчас в данный момент смертный приговор. Так, две атаки и... Раз-два. 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 Вот так вот я распределю. Красиво. Давай, следующий. Ну, что ты там елозишь? Блин, он не стал атаковать. Тогда, наверное, буду атаковать я. Да ну нафиг. Не, пробьем, пробьем. Фу, я уже что-то думал, что не пробьем ее. Но победили. Крикун Панухлус выиграл. У нас еще рулетка здесь будет, да? И выпадает нам... Блин, я бы лучше 50 долларов получил. Давай-ка еще разочек. Крутанем. 750 ДНК. Неплохо. Забираем. Так, и нам нужно еще ну, два любых ПВП боя сделать. Абсолютно любых, поэтому давай посмотрим... Ну, например, вот сюда. Раз-два. Три. Что у нас из этого вообще может получиться? Анкилодок, Таникалагрус и Спинораптор. Ожидаю, ожидаю. Ох, е-мое. Ну, Дагазавр, ну, куда ж ты лезешь-то? Е-мак, макарек. Да, против Митриалонга. Дело не пойдет, да? Сейчас возьмет и меня и зафигачит. Ну, что ты там елозишь? Давай, ходи уже. Забомбит. А-то Никалагрус, к сожалению, не сможет. Не хватит ему мощей. Блин, ну, Дагазавр вообще, ну, вообще не в тему здесь. Понимаешь, вообще не в тему. И здесь не пробиваем. Ну, е-макарек, ну. Даже здесь не смогли пробить. Он сейчас все сольет, он меня вырубит, ребят. Он даже так сделал. Еще не легче. Ну, и как тут быть? Эх, сейчас Митриалонг просто нас вхламину, а Зухариптер добьет. Вот и все. Ну, тут неудачно. Конечно, у нас получилось все. Неудачная у меня команда. Как ты видишь, два хищника было и один травоядник. Конечно, это ни в какие рамки вообще не входит. Совсем не входит. Да, да, Зухариптер нас вырубит. Три атаки ему достаточно сделать, и все, и нам прыжка. Он сливает все полностью. Ну, что ж, здесь неудачно, к сожалению. Ничего не могу сделать. Хотел бы как можно лучше, но дрался тем, кто у меня остался. Осталось у меня там очень их мало. Так, водный смод. А, водный смодами. Нет, 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 я не хочу сюда. Давай тогда, наверное, вот еще каназойку собираем. Опять же, вот делаю огромную ошибку. Беру двух следникового периода, да, и гастурница. Хотя, можно было бы взять, например, а как тут, а тут и никого брать-то. Там больше некого было брать. О, здесь вообще-то Эндрю Саркс просто сразу врубается, ребят. Сразу мы его в топ. Так, Эндрю Кацер, ему достаточно одной атаки. И, конечно, мой гастурник сразу врубается. Ну, давай не крякать, там уже крякает он. Да, мы тут замучимся его пробивать, если честно. 314. Блин. Много надо потратить. Много надо потратить, чтобы его уничтожить. Что ты елозишь-то? Ничего не стал опять делать. Так, ребят, наверное, я все-таки рискнул. Вот так вот. Ё-моё, наверное, не хватит мне пробить его. Давить? Не хватило буквально чуть-чуть. Ну, понятно, что ему две атаки надо сливать, понятное дело. А он сливает все четыре. Я не знаю, что тут у него, ребят, произошло, что за бзик. Но это мне он на руку сыграл, причем офигенно на руку. Атакую. Раз-два. Раз-два. Эндрикоцер готов. Так, ну что, динателий, атака у тебя слабая, хп у тебя мало, шансов у тебя вообще нету здесь выжить. Против шерстистого носорога нету. Можно же не елозить здесь. Не елозь тут, пожалуйста, я тебе говорю. Пропустил ход. Ну, тогда уничтожаем. На. Легнули, чувачка. Все, ребят, динателий рассыпался. По красоте, что я могу сказать еще? Все отлично. Претензий никаких нету и забираем наши награды. Так, приз любители. Выпадает нам 38, 38,5 тысяч монет. Так, еще разок крутанем. Приз любители. И достается нам еда. Ну что же, а мы забираем наши ежедневки и главный пак. Так, 40 долларов. Ну, неплохо, неплохо. 95 очков доверия и плюс еще вот здесь вот что там там. Награду, по-моему. Еще 150 бакинских. Красотища, просто красотища. Так, а тут-то что у нас? ДНК забрали, а тут... О, 25 схваток прошли. Прекрасно. Ну что, как я и говорил, я хочу потратить доллары, наверное, на расширение наших территорий. Все, это, по-моему, максимальное количество, которое мы... А, нет, нет, еще можно. Эх, пяти бакинских не хватает, чтобы еще одну заюзать. Ну, да ничего страшного, друзья мои. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Аминь. 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 Аминь.